Добро пожаловать в утренний бардак и я в халате, и побудка школьника в разгаре. Ой, вот тут на фильтре ещё спала, проснулась. Мы её уже разбудили. Первая неделя февраля очень способствовала рыбалке на авито. Я поменяла на растительность вот такого сомика, точнее самиху. Сейчас она выплывет, я её сниму. Просто очаровательная златовласка. Осталось выяснить, точно ли они могут жить без мужского внимания. Буду ей пару самцов искать, скорее всего. Есть, конечно, ещё слабая надежда, что вырастут рога, и это, оказывается, сом суперред. И будет он самошельник. Но, по-моему, всё-таки это девочка. Вот она. Рогов нет? Ну ты где? Вообще она вчера пыталась в фильтре тут чем-то питаться. Вон моя стая гупей. Прекрасно обжилась. Сегодня пойдём с трямой на грунтовую улитку забирать самца гупи. Вот кто-то отдаёт самца гупи, затерроризировавшего самку. Хотя, по-моему, в самцах вся и красота содержания гупей. Вот они какие. А самок, вот это, по-моему, жёлтые самки мне достались. И надежды, что они вырастят красивые хвосты, всё меньше. А много самок, это значит, они всё через пару месяцев закидают своими мальками. И либо будут зверские кадры высаживания петушка в общий аквариум, чтобы он мальков проредил. Либо я не знаю, что это будет. Будет экологическая катастрофа, если это всё самки. О, златовласка моя. Надеюсь, самы тоже подъедают мальковь гупи. Нет, я не зверь, я не злая. Просто, кто содержал гупи стаи, знает, что они очень плодовитые живородки. Я ливнула удобрений после зимы в аквариум. И стекло стало мутным в зелёных точках. Надо будет всё это чистить. Если, конечно, не съедят улитки и красавица-златовласка. Что за надписью отражается от коробки? Креветка побежала на переднем плане. Вон она бежит. Текращается. Да! А, да, ещё вот, конечно, жёлтых ампулярий на роголистник мы сменили. У соседей их, оказывается, пока я бегала по всему Авито и скала, расплодилась та, что сожрало абсолютно всю растительность в акве. Я их успокоила, что Анубиас так просто не съешь. И следующая прополка роголистника. Тоже им напишу кормить зверей. Говорят, толпа голодных ампулярий за ночь съедает горшочек салата. У меня пока ничего не съели. Видимо, еды им хватает. И у петушка ещё парочка живёт. Да, сейчас вернусь к тебе, положи Вовину зарядку, не ешь. Кстати, юная леди уже очень любит эту красную рыбку, прям как я. Пытается к ней залезть руками, тычет палец нашего коронахвостого. Самые дешёвые петушки, потому что они прижились в России и местного разведения, размножаются нас в аквариумах. Какая красота. Я считаю, покупать тайского доходягу за 3000, и не знать, выживет он или помрёт, или купить вот такого за 300 рублей, и долго упорно радоваться, в моём случае выбор очевиден. Вот так вот. Ну, плыви ещё, да, ну, плыви. Да, известковый налёт с края аквариума я не счищаю. Во-первых, недосуг, во-вторых, лень, в-третьих, вдруг ещё мусора какого-то нападает. Так просто не оттирается. Меламиновые губки рыбам вредны, а просто губкой тереть, ну, прям надо задаться целью. Уже видели анонс и первую часть моих WoW Project Pen? Обожаю эту рыжую пушистую мордочку. Ну, собственно, наша новая жилица, а может, всё-таки жилец. Всем пока. Спасибо, что остаётесь со мной. Всем весны в душе. Субтитры сделал DimaTorzok